Здравствуйте! Сегодня наше видео будет проходить в формате ответа на вопрос. Была просьба показать платье или сарафан, которое будет не очень открытое, удобное. Вот я показываю одно более свободное платье, второе приталенное, но тем не менее тоже не сложное в работе. Давайте рассмотрим эти платья. Платье это будет цельнокроеное, не отрезное по линии талии, здесь подвязан поясок, будет иметь две нагрудные выточки из боковых срезов. Горловину я нарисовала такую V-образную, вы можете сделать ее по своему усмотрению. К этому платью можно как добавить рукава, так оставить его и без рукавов. Второе платье с рельефами от линии проймы, можно сделать отрезное по талии и юбку дальше уже моделируем по своему желанию и усмотрению. Можно сделать ее отрезную, как сделала я, и оборку внизу, и крылышки, рукавчики. Можно сделать вплоть до того, что солнцеклёш, полусолнцеклёш или оставить прямое, даже цельнокроеное платье. Итак, давайте рассмотрим модель. Поскольку платье летнее, то будем делать вырез горловины шире и плечевой срез будем делать меньше. По плечевому срезу убираем 4 см и линию горловины делаем шире на 4 см. Именно шире, глубже не делаем, но можем сделать. Тоже зависит от желания нашего. Прорисовываем новые линии. Далее по желанию. Можем сделать отрезную талию, можем ее не делать. И делаем отрезной низ. Отрезаем 20-30 см на ваше желание. И будем пришивать оборку в этом месте. По переднему, по переду увеличиваем горловину на 4 см. Горловина будет идти в виде лодочки. Срез плеча 4 см также срезаем. И делаем само плечо 5-6 см, чтобы оно было не очень широким. Если будете делать рукавчик, то можете сделать плечевой срез немножко шире. Потом лучше срежете. Посмотрите, как вам понравится. Закрываем выточку и переносим выточку в линию проймы. Выточку делаем как в передней. Далевая выточка на переднем полотнище. Точно так же и на заднем полотнище. Давайте теперь разрежем на детали, чтобы было более понятно, как будет выглядеть выкройка. Вот так вот выглядит выкройка. Если вы будете делать отрезное по линии талии, то обязательно сделайте припуски на швы. По нижней части. Если оборку будете делать, выкраивая прямой полоской, то на присборку необходимо добавить 20-30 см на одно полотнище. На заднее или на переднее. Я имею ввиду, что 20-30 см и на одно полотнище, и на второе 20-30 см. Чтобы сборочка была полноценной. По низу изделия можем сделать и не полосочкой, ровной при сборку, можем сделать валаны. Это тоже будет зависеть уже от вашего желания. По переднему полотнищу. Давайте рассмотрим, как правильно перенести выточку в линию проймы. Вот точечка груди. Когда прорисовываем линию рельефную, которая уходит в проймы, определили точку. И точку нагрудной выточки мы точно так же должны свести к этой точке, разрезать ее, не дорезая 1-2 мм. Чтобы у нас и держался, держалась выкройка и передвигалась в то же время. Если вы отрежете, ничего страшного в этом нет. Выточку закрываем и переносится выточка уже в линию проймы. Получаем рельефную выточку. Это платье рассмотрели. Давайте посмотрим теперь второй вариант платья. Он будет еще более простым. Итак, мы уже говорили о том, что это платье не отрезное по линии талии, просто завязано на поясок. Поэтому платье расширяем и немножко глубже делаем и на передней части, и на спинке горловину. Отступая по срезу 4 см, по плечевому срезу и по линии сгиба вниз 4 см и прорисовываем новую линию горловины. Делаем 5-6 см плечевой срез. Точно так же делаем и по передней части. Опускаемся также вниз на 9-11 см. Если вы не хотите вырез, чтобы у вас был глубокий, или хотите сделать его глубже, уже сделайте и определитесь, уже на примерке сделайте горловину такой, как вы хотите ее видеть. Выточку на грудную переносим в боковой срез. От линии проймы проводим просто прямую линию, немножко расширяя к линии низа. Расширить можно на 7-8-10 см. Это тоже уже зависит от вашего усмотрения и вашего желания. По линии талии можем сделать резиночку, слабенькую, чтобы платье просто прилегало по линии талии, а потом уже было завязано поясочком. Давайте теперь разрежем в деталях. Итак, талиевые выточки делать не будем. На грудную выточку перенесем в боковой срез. Для этого от линии проймы опускаемся вниз по боковому срезу на 3-4 см. От этой точки соединяем прямой линией к на грудной выточке. Разрезаем на грудную выточку, не дорезая 1-2 мм, и закрываем ее. Вот таким вот образом переносим выточку. Кстати говоря, это платье вы можете сделать и ходить в этом платье не только куда-то там, на пляж, в магазины. Вы можете такое платье пошить и прекрасно ходить даже в нем дома. Если используете какую-то натуральную ткань, хлопчатобумажную, либо трикотажную, оно будет очень комфортным и удобным для дома. На этом по моделированию, наверное, я вам все уже и рассказала. Надеюсь, это видео будет полезным для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также заходите в наши группы в соцсетях. Там также очень много интересной информации вы сможете найти для себя. Ссылочку на соцсети оставим в описании. Всем пока!